Вирус уже создал серьезную угрозу для людей. Например, так как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры, федеральных и городских властей пока не удается. А есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава богу, ни одного случая. Хотел бы также искренне поблагодарить вас, вас всех, без исключения. И, конечно, сказать спасибо волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям. Всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией. Строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов. Заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих. А, я не знаю, что это. На рабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, подусмотренные движения многих регионов, позволили выиграть... А, Владимир Футин, Стив Лезий. А, Владимир Футин, Стив Лезий. Для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения. Для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран. Что считаем принципиально важным. Нам в целом пока удается ограбить от серьезной угрозы людей старших поколений. Не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, в вузах, в других учебных заведениях. Естественно, встает вопрос, что необходимо делать дальше. Какими будут наши решения? Подчеркну, принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, эпидемия в мире еще не пройдена, в том числе и в нашей стране. В связи с этим, мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну с сохранением заработниками их заработной платы. Вместе с тем, ситуация меняется. И в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. У нас большая, очень большая страна. Разные полотностные цены. Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей. Например, так как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры, федеральных и городских властей пока не дается. А есть регионы, которые, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания. Поэтому где-то должно быть...